Мы репетируем неаполитанскую в основе своей программы. Песни, рожденные людьми, которые жили в красоте. Мало того, что в красоте, они жили в очень теплой стране, причем давно, когда еще было понятие об эстетике, не было икеи, не было пластика, не было ширпотреба такого вот пошлого. И каждая вещь проникнута чувством прекрасного, она проникнута изяществом и темпераментом. То есть что остается неизменным, это остаются эмоции. Переживание, ревность, влюбленность, неразделенность. Или наоборот, она разделила, это еще хуже стало потом. Он переживает, что она это дело согласилась, и это еще мучается страшно. Или вот история, как в песне из другого жанра «Старый муж». Старого мужа мы играем как, вот видите, 21 век, все, уже обратно. Дарвин назад называется, понимаешь? Регресс, да, и обратная эволюция. Обратная эволюция. Значит, сколько я раз учил. Как мы играем Старого мужа? С чем? С пороком. Да, и с пороком тоже. Но прежде всего, хулиганский, о первых нотах хулиганства, потому что, что такое, если старый муж, этот роман «Старого пою я», это фактически нарушение закона. То есть, если я пою женский роман, что? Экономика перестает действовать. Поезда встают, нефть не качается, духовность по барометру падает, бензин не дешевеет, а дорожает, в магазинах пропадает еда. Кстати, поскольку мы сейчас… Вы же слушаете телевизор? Вы слушаете телевизор? Да. Вот ты, смотри. Значит, вы все должны… Вы все должны знать, что мы что делаем сейчас? Россия что делает быстро все? Мы делаем ноу-хау, потому что ни один мужчина этот роман не поет. Нет, мы сейчас не про роман, мы про… Ну что вы про меня все… Про Россию. Что сейчас делает Россия? Крым присоединяется. Это уже у нас есть. Донбасс сейчас. Мы уже со всеми поссорились нормально. Донбасс тоже. Все наш, вплоть до Варшавы. Что мы сейчас делаем в целом? Вот страна что делает? Он поднимается с колену. О, молодец. Поднимается с колену. Вот ты смотришь, первый канал. Значит, поскольку мы поднимаемся… Возьмите эту бездуховную итальянскую вещь. И мы ее будем петь. Ну, перевер, мне даже неприятно. Только, только когда там окропятся эти, вот как это, ну… Латвия. Как это называется? Вот, святая вода. Тогда я буду петь итальянскую вещь. Духовно сейчас. Мы… Подождите, она сказала генеральную вещь, так сказать, суть. Встаем с колен. То есть, ну, понятно, что между нами говоря, как только нам сообщают, что мы встаем с колен и возрождаемся, значит, надо запасаться крупой. И, видимо, готовиться к продуктовым карточкам. Но это… На самом деле мы должны все улыбаться, у нас все прекрасно. И именно так, витально, витально, так сказать, жизнеутверждающе играть вот весь этот репертуар. Она, с одной стороны, вот в этой песне, в романсе «Старый муж», кстати, это стихи Пушкина. Пушкин – это наше все, ну, сейчас не совсем наше все, сейчас наше все там временно другой является, да. Но, вот, так сказать, все равно известный человек Пушкин, уважаемый человек, да, стихи. О первых строках она, конечно, разрушает семью, да. Но как она это делает? Она это делает утвержденно эстетски. Романс, стихи опубликованы, прошли все академические издания. Академия наук СССР, Российская Академия наук. То есть мы должны играть это на уровне, в первую очередь. Во втором, конечно, это хулиганский, поскольку я это пою я. В-третьих, содержание, читаем содержание, да. Там она изменяет «Старому мужу», он пусть и старый, и сволочь, но он законный. А все, что законное на этой территории, будет до конца, вот просто до конца времен. Главное – не нарушить закон. Поэтому, любит она этого молодого, не любит она его молодого, не имеет права. И мы хулиганим, все должны хулиганить. То есть, что-то мы нарушаем, значит, мы хулиганим. От этого мы получаем что? А почему он не отвечает? Вот она ответила, он еще ничего не говорил. Нет, у меня тоже вопрос. У нас что, «Старый муж» – это центральный номер нашей программы будет или как? Это по решению суда. Дело в том, что там в программе столько много интересной музыки. Да, Гранада, Гранада надо по-испански. Эти все Кастаньеты и так далее, и так далее. Испания – это часто была дружественная нам страна, ну, так сказать, до режима Франка, потом… Да, хотя мы сейчас… А, они же, ой, они же нет, они, нет, все. Гранада не дружественная, потому что она в Евросоюзе, это же бездуховная организация, которая ненавидит русских. Ну, что вы, нельзя. Но все равно, значит, мы Гранад будем играть тогда в память о той войне против франкистов, когда Советский Союз участвовал, как обычно, бывает, во внутренних делах чужого государства. Вот. Так что в память о тех событиях. Там еще Гренада была, дивная песня. Там вообще музыка хорошая. Музыка, но это для нас главная духовность, потом уже ваша музыка. И скажите девушке, здесь что нужно? Влюбленная эмоция, он переживает, мучается, плачет внутри, понимая, что она, видимо, может сама ему сознаться, а как ей это сказать, он не может слог подобрать, потому что бездарный, что ума совсем нет, конечно, нет, если он в нее влюбился, понимаешь? И поэтому он просит, чтобы другие девушки сообщили этой, что он, ее, в общем, все непросто. Поэтому это нельзя играть в лоб по-русски, это должно быть немножечко, так сказать, вот с этой вот комбинаторикой итальянской, да? Так, что мы еще поем? И, конечно, Санта-Лючия. Вот, смотрите, вот это не надо было сейчас снимать. Санта-Лючия, Санта-Лючия, это очень важная вещь. Какую надо играть? С пороком. С пороком мы старого мужа делаем. Once again. Once again. Как мы играем? Ну, я же говорил, там море, лодочки, вот это все. Серебрица на воде, солнышко. Как это? Золотица, солнышко. Нет, ну, чтобы эстетски выразить. Как? С чем? Ну, ну, кто? С чем мы? Как мы играем? Венеция, Кандола, Венеция. Санта-Лючия, это ниже по карте, это не Венеция, это не Венеция. Венеция там другое, там Торчелло, все. Санта-Лючия, это там Денеаполитанский залив, тепло, капри, иски, все. Как мы играем? Ну, с удовольствием. Значит, смотрите внимательно. И запишите, играть санта-Лючию с удовольствием, получать наслаждение от каждой ноты, и при этом, конечно, не забывать общеполитические наши задачи. Мы, потому что мы часть великой страны, которая встает с колен. И когда мы получаем наслаждение, исполняя санта-Лючию, мы все равно должны помнить, что мы являемся частью великого процесса вставания с колен. То есть вот это Суллимара-Лючиха-Ластро. Но в голове держим то, что мы это самое. Понятно, да? Чтобы к нам не было претензий. А от кого? Вам вот прямо так и сказать, да? Да. Я вам потом скажу. Значит, это мы решили с удовольствием. Что мы еще поем? Какие мы еще поем? А, не плачь, Туканон Кьяни. Гениальная вещь, известная. Все пели Доминго, Карерас, Карузо. Все пели. И даже поворотить пытался. И вот здесь что важно? Что? Какое? Томление. Здесь важно томление в этой вещи. Потому что... Туканок яня, кьяния, рэмэфаээ. Томление по любви. Но опять-таки помним, что играет томление по любви. Мы... Вот. Фамилия? Фамилия? Климушина. Как? Климушина. Климушина. Молодец, Климушина. Ей надо зачесть. Поощрить. Поощрить Климуш, товарищ Климушину. Играя томление, мы должны помнить в каждой ноте то, что мы часть того, что встает с колен. И на нас лежит огромная ответственность, потому что мы боремся со всем враждебным и антигуманным миром. Потому что вокруг что происходит? Жирафов Мариуса убивают. Да? Эти бородатые женщины ходят. Не, мужчины бородатые. Вот вам, кстати, побриться надо всем. Потому что иначе вы будете нацпредателем. Вот вам две недели, им будет как кончита. Значит, вокруг все враги. Это надо понять. И играя томление или в санте-лючи наслаждение, все равно в теле должно быть осознание того, что мы часть великого процесса. Всем ясно? Вот она молодец. Ей, пожалуйста, потом что-то такое. Или грамоту. Она уже все имеет. Грамоту. Ну да, я так смотрю, что она... А девушке, вам подтянуться надо. Вот, да, за вашей подругой, коллегой. Значит, она должна быть начальник ячейки. У вас есть ячейки? Будут. Значит, вам надо организовать ячейку. Вообще бездельно же быть ячейки. И чтобы в каждой ячейке был контролер. Нет, туда просто... Нет, это стадия внизу, чтобы потом уже туда докладывать. Конечно, да. Надо на низовом уровне создавать такие вещи. Потому что иначе как вы собираетесь встать с этого дела? Тем более без еды. Еды же у нас сейчас нет, как вы понимаете. Потому что мы не производим, а там мы перекрыли. Поэтому без того, чтобы докладывать, мы все равно не прокормимся. Мы же этим и будем кормить. Вы что, не знали, что ли? Я вам сообщаю. Мы будем есть как раз вот это вот доносы. Да, мякиш, мочить водичкой и кушать, конечно. Ну, а как выходим? У нас же ничего. А нет, сейчас согласились закупать семена. Все равно у них семена, но уже поздно, поскольку холодно. Они уже не вырастут точно. Сейчас семена... Нет, ну, можешь попробовать там в снежок что-то такое укопать? Но... Кристина, ты нарисован. Это дайк. А почему? На душе бегает по русским полям. Вот. Идет в мокровку. Патриотичный настоящий дайк. Это в очках, чтобы разметить ситуацию в нашей стране. Скрипка какая политически активная, понимаешь? Молодец, молодец. Фамилия? Дегтярева. Дегтярева. Молодец, Дегтярева. Значит, вот Кликушкина и Дегтярева... Ну, как? Климушина. Климушина. Пардон. Климушина и это самое... Поощрение. Поощрение. Потому что они политически грамотные, да? Поэтому... Значит, еще раз повторяем. Как мы играем в Санта-Лючию? Великолепно. Не-не-не. С чем? Вот как бы с чем? С наслаждением. С душой, с наслаждением. С русской душой. С наслаждением. Но при этом, помни, что? Молодец. С одной репетиции запомнили, гады. Ты понимаешь? Все. Так. И повторять, не повторять будет в другом месте. Хорошо. Потому что сейчас дико холодно здесь вообще. Все, я поехал в немецкое посольство на празднование падения Берлинской стены. Меня уже такти ждет. Ребятки, холодно здесь. А что, гордые крыльские осанки как? Ну, я уже, я не могу уже, честно говоря. Хорошо, мы тогда остаемся. Да. Здесь темп такой. То есть, как бы, игриво, с ослаждением, танцуют у берега моря, красиво, все. Но, пометуя о том, где мы живем. Где-то у нас замедление остановки. Замедление остановки. Слушайте, такой процесс, когда нельзя останавливаться. Я думаю, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...